Всем привет! Сегодня 18 мая, Московская область. Я сейчас нахожусь в стеклянной теплице, где выращиваю высокорослые томаты. В этой теплице три автоматических окна в крыше, два механических с торцов теплицы и дверь купейного типа. Также три высоких грядки. Они замульчированы довольно-таки толстым слоем соломы, а между ряде я в этом году замульчировала щепой. Стены теплицы закрыты тонким укровным материалом спонбонд номер 17. Значит, томаты я высевала 9-10 марта, а в теплицу высаживала 28 апреля. Совсем недавно я их подвязала уже. Сразу после высадки я томаты не подвязываю на случай, если что-то не приживется, чтобы было легко и быстро убрать и подсадить новые. И на случай, если будут заморозки, чтобы была возможность поставить, например, дуги и накрыть. Вот эти заморозки, которые были, я ничего здесь не накрывала. Было достаточно просто поставить здесь, вот возле входа я ставила обогреватель, выставляла температуру на 20 градусов и в ночные заморозки он работал всю ночь. Этого было достаточно. С рассадой все хорошо, ни одного выпада не было. Томаты практически все уже цветут, которые не цветут на бутонах. Как я уже сказала, что все томаты у меня здесь высокорослые. Считаю, что в теплицу выгоднее и рентабельнее все-таки высаживать высокорослые томаты. Если образуется цветок махровый, я его убираю. Уже убрала практически на всех томатах. Конечно же, и пасынкую. Пасынки все убираю. Видите, он уже раздвоился, так сказать, под первой кистью, где образуется первая кисть. Я пасынок уже оставляю и веду томаты в несколько стволов. В три это минимум, в четыре это максимум. Стоит у меня пока бочка, потому что еще прохладные ночи. Поливаю теплой водой. Вот за один раз, за один полив, у меня уходит вот такая 200-литровая бочка воды, чтобы пролить всю теплицу. Насчет подкормок. Я минеральными удобрениями не пользовалась. Как высаживала томаты, я уже показывала. Использовала биогумус, сапропель и золу. Все. Это я добавляла в посадочную лунку. Высаживала, проливала хорошо. В воде я растворяла фитоспорин. После высадки я уже успела пролить биогумусом. Раствор делала. И также гуматом калия проливала уже. Все по одному разу. И также были они уже пролиты один раз зеленым удобрением. Тоже показала, как его делаю. Добавляю конские каштаны немножко. И крапиву измельчаю, заливаю. Добавляю чуть бактерий сияния номер один. Все это настаивается примерно неделю. И разбавляю пол-литра в одной лейке. И проливаю примерно одну лейку на четыре растения. Вот, в принципе, весь уход у меня за томатами. Выглядят они неплохо. Ну и хочу вам показать, что еще высадила. Бархатцы высаживаю. Я бархатцы высаживаю в основном в огородной зоне. Мне они не очень в сетняках нравятся. Поэтому вдоль теплицы я высадила бархатцы. Также уже вытащила из томатной теплицы баклажаны. Я их выращиваю каждый год в мягких контейнерах. Эти контейнеры по 36,5 литров. Высаживаю по два штуки. Вот так они сейчас выглядят. Ночью тоже я их уже... Они у меня первую ночь уже стояли здесь на улице. Потому что в теплице неудобно ходить. Ну и в принципе сейчас нет заморозков. Отлично. Они уже, смотрите, цветут. Все замечательно. Точно такой же уход как и за томатами, так и за перцами. Единственное, что... Какой уход в мягких контейнерах, это нужно чаще поливать. Вот сейчас жара стоит. Я каждый вечер проливаю водой. Подкармливаю. Все точно так же. Вот вот. Здесь у меня высажены острые перцы. Раз, два, три, четыре сорта здесь высажены. Тоже цветут уже. Здесь высадила по три куста острых перцев, потому что большие контейнеры. Это то ли 15, то ли 16 литровые, по два штуки высаживаю. Выращиваю тоже в мягких контейнерах каждый год. Очень удобно получается. Мне нравится. Единственный нюанс, я еще раз говорю, что это просто почаще поливать. И так каждый год я их выставляю возле теплицы, и они прекрасно растут. Так, что еще сейчас вам покажу. Я его еще высадила. Вот бархатцы вдоль теплицы. Высадила я горошек. Хотела в теплице выращивать, но решила перечный огуречный, хотела высадить. Решила пускай будет расти на улице. Тоже поставила такую небольшую опору и высадила уже рассаду. Горошек сладкий я выращиваю только через рассаду, потому что мне так удобно, и он лучше растет. Также высадила из контейнера я рассады выращиваю. Это салаты, это мешутка. Высадила также уже и шпинат. Там у меня посеян лук на зелень, семенами. Пойдемте, пройдем еще перечный огуречный. Как раз покажу вам. Я высаживала огурцы, вам показывала. Вот так они сейчас выглядят. Это тоже теплица стеклянная, закрыта спонбондом номер 17, чтобы немножко притянить. И вот они огурцы. Я единственное, что еще не замульчировала, погасила траву, газон, но не заложила сюда скошеный траву, потому что очень много дуванчика. Сейчас цветет и не стала сюда закладывать. Поэтому чуть попозже замульчирую. Также высадила вот этот лук, который пророс. Это, кстати, урожай прошлого года. До сих пор мы едим. Я выращивала лук на репку. Там дальше лук. Редиску нужно будет все вырвать. Там тыква. Я участвую в конкурсе, тоже скоро буду высаживать уже в открытый грунт. И вот здесь вот все. Это растет салат, который я выращивала рассадой. Даже шпинат растет, перцы сладкие. В принципе, все хорошо. Тоже стоит бочка. Уход такой же, как и за помидорами. Пролила зеленым удобрением, биогумусом, гуматом калия. Это не все за один раз я добавляю, а в разные дни. Сначала биогумусом, потом гуматом калия. По раздельности, в общем. Ну и здесь у меня грядка вдоль теплицы. Я высадила сладкие перцы. Это остатки рассады. Некуда было деть. Вот. Посадила, так как места особо нет, грядок пустых уже. Поэтому высаживала по два штуки. Очень близко. Ну, буду, сформирую их. Выбросить было жалко. Так. И здесь высадила четыре пуста кабачков и цукини. Высевала я шесть семян. Ну вот, взошли у меня только четыре. Вот я их сюда и посадила. А земля здесь что? Конский навоз. Вот видно. Это потом зола. И пролила хорошо. Здесь у меня в этом году, в общем, будут расти кабачки. И вот перцы. Поливаю сейчас каждый день. Я их буквально высадила позавчера. Вот это все. Вот эту всю грядку. Ничем не накрываю. Вот так и растет. И так же, вот видите, вдоль теплицы бархатцы посадила. Вот, в принципе, все, что я вам хотела показать. Подписывайтесь на канал. Заходите в телеграм-канал. Там тоже довольно-таки интересно. Я буду рада видеть вас. Я вам желаю всего самого хорошего. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok